Так, начинаем! Раз! Обычный день пациентов Сочинской детской больницы сегодня начался совсем необычно с танцев и песен. Забыв про боль и травмы, дети участвовали в забавных конкурсах, много смеялись и улыбались. Это и есть основная задача благотворительной программы «Мир без слез». Большим сюрпризом для самых маленьких пациентов стало появление любимых героев – Хрюши, Степашки и Каркуши. А кто из вас любит варенье? А как же ты печенье? А сладкие матрушки варманной подушке? Лопа пояс! Это те самые герои, любимые многими поколениями программы «Спокойной ночи, малыши» и те самые Наталья Голубенцева и Галина Марченко, которые уже много лет озвучивают этих персонажей на телевидении. С благотворительной программой «Мир без слез» они уже объездили полстраны. Говорят, очень верят, что общение с любимыми героями способствует выздоровлению малышей. Сколько было случаев, когда мы ходим по палатам, и больные детишки, у которых плохое настроение, и не ели, и мамы плачут тут рядом с ними, садишься и говоришь «Кар-кар-кар, привет, я к тебе пришла». И вдруг ребенок улыбается. Дорогого стоит, у мамы слезы высыхают, и ребенок даже потом, может быть, и на поправочку пойдет. А еще скорейшему выздоровлению детей теперь поспособствует и новое оборудование, которое также благодаря программе одного из крупнейших банков страны «Мир без слез» появится в Сочинской детской больнице. Сертификат на покупку эндоскопического оборудования стоимостью полтора миллиона рублей уже передали больнице. Работать в такой важный для лечения детей аппарат начнет уже через полтора месяца. Городская больница номер 9, которая имеет статус ТОП-2 по количеству детей, рождающихся в Краснодарском крае, как второй по числу рождающихся детей в Краснодарском крае после роддома номер 5 города Краснодара. Это оборудование, гастродоиденоскоп, позволяет нам осматривать разные отделы, как пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку и удалять различные народные тела. Благотворительная программа «Мир без слез» действует с 2003 года. Это адресное финансирование детских лечебных учреждений. Программа уже охватила около 100 больниц в 50 регионах. Сочи стал вторым после Краснодара городом-крае, куда добрался этот уникальный проект, благодаря которому еще больше детей начинают жить в мире без слез.